Автомобили Skoda по праву считаются даже более народными, чем Volkswagen. Да, они проще, но ещё и дешевле в покупке и эксплуатации. Это именно то, что нужно многим. Давайте рассмотрим вопрос о том, соответствуют ли этим критериям свежие Skoda. На примере Skoda Octavia A7. Вы на канале «АвтоСтронг» и сейчас мы подробно обо всём расскажем. Шкода Octavia 3-го поколения, она же Octavia A7, создана на платформе MQB. Это значит, что она распрощалась со всеми прежними проверенными технологиями и решениями. Об атмосферных двигателях приходилось только мечтать, но эта мечта стала въявью через пару лет с начала продаж этого автомобиля. Вообще, все двигатели соответствуют очень строгим экологическим нормам, а это значит, что они нуждаются только в квалифицированном обслуживании, хорошем масле и хорошем бензине. Вообще, Skoda Octavia A7 – это автомобиль не про обслуживание в гараже. Для многих сложных операций нужен специальный инструмент, а электроника в некоторых случаях требует вмешательства официального дилера. Но многие сложности научились обходить. Согласитесь, Skoda Octavia A7 до рестайлинга выглядит как бедная родственница, а рестайлинговый четырёхглазый кузов выглядит странно, как насекомое. Складывается такое впечатление, что кто-то из большого концерна VAG таким образом пытался отпугнуть потенциальных покупателей, которые начали сомневаться в целесообразности покупки автомобилей Volkswagen на той же модульной платформе. Ладно, начинаем наш обзор, а теперь обо всём поподробнее. Кузовной металл Octavia отлично защищён от коррозии, но лакокрасочное покрытие слабое – царапается, скалывается, может отваливаться целыми хлопьями в тех местах, где сколы начали развиваться. Но в целом Octavia довольно-таки долго сохраняют нарядный вид. Замечено, что лобовое стекло с подогревом на Skoda Octavia A7 сильно царапается. К сожалению, с этим ничего не поделаешь. Придётся сильно поцарапанное стекло менять на новое. В момент своего дебюта Skoda Octavia A7 получила совершенно новые двигатели трёх семейств – EA211, EA888 и EA288 – дизельные. Старые двигатели не устанавливались на её новую модульную платформу. Новые двигатели можно считать модульными, то есть максимально унифицированными между собой. Они установлены выпускным коллектором назад. Вообще, чем действительно порадовала Skoda Octavia A7 – так это моторами. Плохих агрегатов среди них нет. Все проблемы с цепями ГРМ и другие нелепые инженерные просчёты обошли эти двигатели стороной. Однако самой старой Skoda Octavia третьего поколения сейчас 10 лет, и вряд ли на рынке вы найдёте экземпляр с пробегом менее 150 000 км. Поэтому кое-какие механические проблемы всё-таки дают о себе знать. И да, Skoda Octavia третьего поколения, как все её предшественники и родственники по концерну VAG, по-прежнему нуждается в еженедельном контроле уровня масла. Эх, почему же инженеры не встроили датчик уровня масла. Он также необходим, как датчик уровня топлива. Самые распространённые двигатели на Skoda Octavia третьего поколения – это бензиновые моторы. Среди них есть один атмосферник объёмом 1.6, мощностью 110 лошадиных сил. Этот двигатель относится к семейству EA211 и появился в начале 2014 года. Этот мотор был создан специально для рынка таможенного союза, чтобы не шокировать потенциальных покупателей базовыми турбомоторами объёмом 1.0 и 1.2 литра. Кстати, этот двигатель создан на основе турбомотора. 1.6 MPI – вполне нормальный двигатель. Ходит более 300 000 км, но в большинстве случаев начинает подъедать масло. 100-200 г масла на 1000 км – это нормальный расход для этого двигателя. Но если расход масла больше, то стоит задуматься о замене поршневых колец. К сожалению, такой вид работ для этого двигателя с годами становится всё более востребованным. Жор масла появляется из-за крохотного размера маслосъёмных колец. Стоит передержать масло, и оно моментально откладывается в маслосъёмных кольцах и мешает их нормальной работе. Единственная защита от залегания маслосъёмных колец – это замена масла каждые 10 000 км или чаще, если автомобиль эксплуатируется в дорожных пробках. Стоит заливать специальное масло с допуском Volkswagen 502.0. Причём опытные владельцы масло в оригинальных банках не жалуют, оно слишком быстро деградирует. Если атмосферник 1.6 MPI для Skoda Octavia A7 начинает цокать гидрокомпенсаторами после холодного запуска, то это значит о снижении запаса масла в поддоне. Со временем гидрокомпенсаторы в этих условиях могут просто износиться. При эксплуатации этого мотора надо посматривать за помпой, которая установлена сзади на ГБЦ и приводится отдельным зубчатым ремнём. Помпа модульная, у неё легкосплавный корпус, пластиковая крышка и в ней два термостата. Утечки антифриза случаются как по стыку с ГБЦ, так и из-под пластикового корпуса. Утечки устраняются заменой соответствующих прокладок. Сама помпа просится на замену при пробеге более 200 000 км. Оригинал стоит 350 долларов, но есть много заменителей совершенно разного качества. Добавим, что на моторах 1.6 MPI, выпущенных в 2014 и 2015 году по отзывной кампании меняли фазовращатель. Дефектный просто откручивался, либо же разваливался на части. Другой очень распространённый на Skoda Octavia A7 двигатель – это 1.4 TSI. Это семейство EA211. То есть в нём ременной привод ГРМ проблем минимум. Да, надо следить за уровнем масла. Да, нужно приглядывать за помпой, потому что она там такая же, как и на моторе 1.6 MPI. Кроме того, инженеры концерна VAG не совсем удачно сконструировали ось заслонки вестгейта турбокомпрессора. Ось может заклинить, после чего электромеханический актуатор, который очень мощный, порвёт тягу заслонки. Чтобы ось не заклинила, её время от времени надо смазать специальной жаростойкой смазкой. Добавим, что моторы 1.4 TSI, а также 1.2 TSI с временным приводом ГРМ, до сентября 2013 года выпускали с бракованными ГБЦ из-за производственного брака, маслостекала в цилиндры, из-под направляющих клапанов. Эту проблему и дичайший масложёр решали по гарантии. В сервисной книжке должна быть соответствующая отметка. Ещё очень много Skoda Octavia A7 встречаются с турбомоторами объёмом 1.8. Это третье поколение двигателей EA888. Не поверите, но эти моторы не склонны к расходу масла. Но масложёр может появиться к пробегу более 100 000 км. И то он решается с заменой маслоотделителя последней ревизии, а также средствами для раскоксовки поршневых колец. Да, за цепью ГРМ всё же надо следить. Она растягивается к пробегу в 150 000 км. Поменяли на новую и едем дальше. Впускные клапаны не обрастают нагаром, так как впрыск топлива в этом двигателе комбинированный. То есть есть форсунки для непосредственного впрыска и есть форсунки для впрыска топлива во впускной коллектор перед клапанами. В турбокомпрессоре двигателя 1.8 TSI иногда сбивается регулировка актуатора перепускной заслонки. Регулировка производится вращением гайки и контролем регулировки с помощью диагностического ПО. Также иногда бывают случаи износа втулки перепускной заслонки. Добавим, что ранние двигатели 1.8 TSI имели проблемы с передними опорами распредвалов, через которые проходят масляные каналы к фазовращателям. Они и концевые части распредвалов изнашивались, что было слышно по тарактению фазовращателей. Помпа двигателя 1.8 TSI тоже приводится отдельным ремнём. В ней есть заслонка с электроприводом и отдельный термостат. На большинстве моторов помпа даёт течь антифриза по её пластиковому корпусу. Помпа неоригинальная хорошего качества стоит более 500 долларов. Неоригинальный термостат можно найти за 100 долларов. В системе охлаждения этого мотора есть клапан, который направляет нагретый антифриз к радиатору АКПП для прогревания трансмиссионной жидкости. Этот клапан доставил немало проблем владельцам Skoda и Audi, которые выбрали автомобили с моторами 1.8 TSI и 2.0 TSI. В этом клапане происходила утечка антифриза через электрический разъём. Следом появлялись ошибки по термостату трансмиссии. Оригинальный такой клапан стоит 150 долларов, есть заменители. Вообще за этим клапаном надо следить, потому что антифриз по его проводу может добраться до разъёма на ЭБУ, а электрохимическая коррозия быстро уничтожит пины в этом месте. В остальном двигатель 1.8 TSI, особенно после 2015 года, это надёжный и беспроблемный агрегат, но он не терпит гаражного стиля обслуживания. Только квалифицированный сервис и замена масла должна быть частой, т.е. каждые 7500 км. Гораздо реже Skoda Octavia A7 встречается с дизельными моторами. Это два очень похожих друг на друга двигателя 1.6 TDI и 2.0 TDI семейства EA288. Кстати, на 1.6-литровый у нас есть подробный обзор. Надо понимать, что эти двигатели оснащены очень сложными экологическими системами, но в целом больших проблем они не создают. В первые годы выпуска многие Skoda Octavia A7 издавали звук при проезде неровностей. Стук происходил откуда-то спереди. Потом оказалось, что это стучали радиаторы, которые болтались в верхних опорах. Т.е. их кронштейны никак не прикручивались к несущей раме. Затем их меняли на кронштейны, которые крепко прикручивались к раме. Skoda Octavia оснащалась двумя вариантами 5-ступенчатых МКПП. У обоих вариантов слабые дифференциалы, износ подшипников которых приводит к гулу и износу опорных подшипников вторичного вала и даже ведущей шестерни дифференциала. Для продления жизни трансмиссии нужно освежать трансмиссионную жидкость каждые 80 000 км. А вот шестиступенчатая трансмиссия MQ350 никаких проблем не создаёт. Поговорим об автоматических трансмиссиях. Классический автомат можно найти на Skoda Octavia A7 в версии с двигателем 1.6 MPI. Это трансмиссия 0.9G, она же Asin TF61SN. Очень хорошая трансмиссия для продления срока службы, которой надо следить за частотой теплообменника и менять трансмиссионную жидкость каждые 60 000 км. При плохом охлаждении этой трансмиссии она начинает пинаться при переключениях передач. Также часто в селекторе этой КПП выходит из строя микропереключатель. Его неисправность никак не влияет на работоспособность трансмиссии, да и автомобиля в целом. Только лишь на панели приборов появляется сообщение о необходимости поставить коробку в режим паркинга. По гарантии весь селектор меняли в сборе. Потом умельцы подобрали подходящий микропереключатель, чтобы его можно было установить взамен. Все остальные двухпедальные версии Skoda Octavia A7 оснащены преселективными трансмиссиями. Семиступенчатая преселективная трансмиссия – это агрегат DQ200, но уже в сильно доработанном варианте под обозначением 0CV. Это трансмиссия с сухим сцеплением, которая способна пройти более 150 тысяч километров и обойдется в 400 долларов. При износе появятся пробуксовки, пинки при переключении передач, а также сообщения об износе сцепления. При эксплуатации автомобиля с аварийным сцеплением преждевременно выйдет из строя двухмассовый маховик, который обойдется в 430 долларов. Проблемы с гидравлическим блоком сухой DSG возможны при пробеге более 300 тысяч километров, а ремонт обойдется примерно в 400 долларов, что гораздо дешевле восстановления блока классической гидравлической АКПП. Улучшение семиступенчатой DSG принесло и одно слабое место. Корпус гидроаккумулятора мехатроника стал тоньше, и появились случаи его растрескивания. В этом случае придется покупать БУ либо искать новый мехатроник. Шестиступенчатая DSG DQ250 с мокрым многодисковым сцеплением доступна была только в паре с дизельными двигателями. В паре с бензиновыми она была доступна только при наличии полного привода. DQ250 – это самая живучая преселективная трансмиссия от концерна VAG. Там надо менять трансмиссионную жидкость каждые 60 000 км, а гидроблок ремонтируется заменой относительно недорогих соленоидов. При агрессивной езде нередко проворачивает обоймы подшипников на валах, но эта трансмиссия ремонтопригодная. Кстати, дифференциал трансмиссии DQ250 может развалиться из-за неадекватного буксования на месте и также из-за попыток дрифта. Встречаются и полноприводные версии Skoda Octavia A7. В первую очередь речь идёт о вседорожных версиях Scout. Привод на заднюю ось подключает многодисковая гидравлическая муфта Haldex пятого поколения. Эта муфта требует щепетильного отношения. Менять масло надо каждые 30 000 км. Сливная и заливная пробки есть на корпусе муфты. Для заправки надо 600 грамм специального масла. При каждой второй замене масла нужно снимать электронасос, чистить его и менять фильтр. Такой процедуры концерн VAC не предусматривает в принципе, поэтому фильтр надо покупать по каталогам Volvo и Ford. Он обойдётся примерно 50 долларов. Без такого обслуживания муфта Haldex выходит из строя, причём жертвой становится именно электронасос, а фрикционы зачастую остаются в идеальном состоянии. На многих Skoda Octavia A7 пришлось поменять главный тормозной цилиндр. Симптомы его износа – это снижение эффективности торможения. Сначала педаль становится ватной, а затем и вовсе проваливается. При осмотре тормозного цилиндра выясняется, что через его уплотнение воздух проникает в гидравлическую магистраль. Ну а сейчас мы поедем на СТО, чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле. Помните, что в «АвтоСтронге» есть прекрасное подразделение «МотоСтронг». Мы сами привозим отличные мотоциклы из Европы в хорошем состоянии и продаём с полным пакетом документов. Если нужен мотоцикл, обязательно обращайтесь в «МотоСтронг». Ссылочки и подробности в описании. Ну что, мы на СТО и начинаем. Подвеска Skoda Octavia A7 получилась надёжной, но на автомобилях первых лет выпуска преждевременно запотевали задние амортизаторы. Их меняли по гарантии. Обновлённые передние и задние амортизаторы выхаживают по 200 000 км. Все детали подвески служат более 100 000 км и в целом более долговечные, чем на Skoda Octavia поколение A5. Даже стойки переднего стабилизатора с пластиковыми элементами служат достаточно продолжительное время, а опорные подшипники передних амортизационных стоек массивнее, чем на Skoda Octavia предыдущего поколения. Втулки стабилизаторов, рулевые наконечники просились на замену при пробеге более 100 000 км, остальные детали подвески служат по 200 000 км. Шаровые опоры передних рычагов по оригиналу продаются отдельно. А оригинальные втулки переднего стабилизатора отдельно от стабилизатора не детализируются. Буквально все версии Octavia A7 оснащены задней подвеской с поперечной балкой. Так называемая полузависимая подвеска. В этой балке буквально по одному сайлентблоку и их срок службы буквально бесконечный. Машины с 1,8-литровым турбомотором оснащены независимой подвеской. Поклонники марки считают такое полностью независимое шасси более комфортным и управляемым. Что ж, на вкус и цвет товарища нет. Они считают балку шумной. А вот независимая подвеска на самом деле не создаёт никаких хлопот и дополнительных затрат. Все сайлентблоки независимой подвески детализируются отдельно. Как вы видите, у Skoda Octavia A7 практически не было и нет слабых мест. Обязательно квалифицированная диагностика перед покупкой, а затем качественный сервис. Также масло и бензин. Если вы хотите, чтобы мы и дальше снимали вот такие подробные и классные обзоры, то нам нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк, напишите комментарий и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 000 км к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет – компания «АвтоСтронг».